Наш мир Наши друзья – это собаки, кошки. Наша семья – мы разместили ее в доме с открытой дверью. Мы ждем всех в гости. Каждая семья проходит свой путь развития. Каждая по-своему неповторима. И у каждой уникальная история любви. Как когда-то написал мне мой уже муж, любовь может быть легкой, как тополиный пух, и тяжелой, как удар колокола. Она может быть беззаботной, как полет мотылька, и роковой, как пламя свечи, обжигающей крылья. Она может умещаться в нескольких строках и при этом быть настолько всеобъемлющей, что на ее описание не хватит всех слов. Война вторглась в жизнь молодой семьи, когда Катя была на шестом месяце беременности. От воспоминаний девушку до сих пор бросает в холод. Когда поняли, что мирной жизни уже не будет, приняли решение – уезжать из Луганска. Любой ценой. Дочка Таисия родилась уже на Самарской земле. Мы стали сильнее, мы поняли, что есть гораздо другие ценности, иные, чем были ранее. Мы поняли, что материальная сторона немножко отходит на второй план, хотя она тоже, безусловно, основная. На судьбу человека влияет много факторов. Но самые весомые из них – это семья. Институт семьи переживает сегодня непростые времена. События, происходящие в обществе, подвергли его серьезным испытаниям. Посмотрите, сколько вокруг несчастных детей, одиноких женщин. За семью надо бороться. Решила самарская молодежь, и год назад в городе появился союз молодых семей. Когда подключаются к нам новые семьи извне, мы понимаем от них, что, в принципе, они раньше не знали, куда можно было идти. Если образовательного уровня определенного в семье нет, то они не знают, куда прощаться, в принципе, кроме как подруга, друзья. Что существуют специальные учреждения, на базе которых организована и работа с семьей, и с детьми конкретно. Это вот мы уже, мне кажется, то, что представители форума как-то рассеиваем между собой информацию. Это получается. Они информируются, люди об этом. Наша жизнь, она определена во многом нашим прошлым, нашей родительской семьей. И многие не получили того, что они могли получить в детстве. Они не знают, это ведь не вина их, а беда в том, что они не знают, как вообще должно быть. Кто-то растет вообще в государственном учреждении, кто-то растет в такой семье, которая не дает им ничего того, чтобы они были сами счастливыми. Существует стереотип, что неблагополучная семья – это так, где дети вечно грязные и голодные, а родители выпивают или принимают наркотики. С ними работают сотрудники многочисленных служб. Между тем, около трети семей, в которых родители пренебрегают своими обязанностями, внешне вполне благополучны. Чаще всего причиной распада семьи называют именно бытовые трудности. «Легко жить – это как бы утопия. Я считаю, что детей надо заводить чем раньше, тем лучше. Моё мнение. Просто потому что пока ты молод, у тебя незашеленный взгляд на жизнь, ты не понимаешь, как это тяжело, и ты можешь позволить себе завести детей. Чисто объективностью рассматривать эту ситуацию. Пока ты сам молодой, и у тебя бегают маленькие дети, тебе с ними легко и комфортно. Они недалеко от тебя, они практически твои ровесники. А потом будет сложнее их понимать просто. Папа учит меня, чтобы я ходил как-то новое, ну, чтобы я занимался боксом. А мама хочет, чтобы я был футболистом. А как быть тогда, как выбрать? Ну, что моё любимое. А что твоё любимое? Моё любимое – это футбол. В форуме молодых семей, проведённом городским центром «Семья», участвовали в основном мамы. Папы в это время выполняли свою историческую миссию – добывали семье пропитание. И для девушек это был ещё один повод оценить свою половинку и порадоваться правильному выбору. Вот он работает, у меня на стройке. Вообще по профессии он программист. Ну, выхода нет, он пошёл на стройку. Он приходит после стройки, уставший. И вот он занимается с дочерью. Она у нас буквы «Р» не выговаривает. Он постоянно с ней вот приходит, всё, занимается буквой «Р». Ну, мы ещё не получается, но он настаивает. Вот в игры играют. Вот может прийти, сразу говорит, всё, забирайся, пошли гулять. Вот если плохая погода, с маленьким мы не можем выйти. Он её забирает, идёт с ней гулять. Низкие показатели рождаемости и количество браков говорят о том, что у молодёжи нет уверенности в завтрашнем дне. Женщина рожает, когда уверена, что её ребёнок пойдёт в садик, у них будет врач и жильё. Не меньшим испытанием становится для супругов и вопросы взаимоотношений. Об этом на форуме не только говорили, но и показывали. Выход есть. Мы в союзе молодых семей привлекаем какие-то общественные организации, фонды, культурные учреждения, образовательные. И уже здесь мы адресную помощь получаем, как непосредственно сегодня на форуме. Были представители разных организаций. Было много вопросов от молодых семей, которые дома, может быть, и не знали, кому и куда задать. А сегодня мы получили конкретные ответы с телефонами. Сегодня в обществе разрушены многие моральные устои. Но неправильно говорить, что молодёжи уже не на что опираться. День матери, день семьи, любви и верности. Появление новых праздников – это тоже попытка возродить семейные ценности. И всё же главное богатство семьи – дети. Не случайно сегодня всё больше многодетных пар. Семь – это семья. Это полнота, наверное, этой ценности, семь. Вот хотим семь детей. Четверых своих и троих взять из детского дома. И чтобы, знаете, я хотела как-то вот с мужем мы хотели построить, наверное, православный христианский дом. Ну вот, для сирот. А потом подумали, построим мы дом, а лучше я стану мамой, чем, например, там, служителем, например. А чтобы стать мамой и донести детям христианские ценности. Чтобы они, когда возросли, у них была вера православная, настоящая вера в Иисуса Христа, нашего Господа и патриотизм, любовь к России. Если посмотреть на те семьи, которые здесь сегодня, я говорю, у нас счастливое будущее. Раз у нас такие есть семьи, значит, будут счастливые дети, значит, будет, как мы, может быть, пафосно говорим, и будет счастливой Россия у нас. На форуме молодых семей было много историй любви. 17 пар участвовали в конкурсе Самарского родительского комитета доверия. Ребята рассказывали свои истории не просто так. Каждая из них – бесценный опыт и путь. Не бывает не все гладко, бывает в жизни все по-разному. Нужно быть к этому готовым. Не все бывает так сладко, как вот многие там себе представляют брак, отношения, и к этому очень прям стремятся. Естественно, это нужно проходить вместе, только полагаться на друг друга. И, на мой взгляд, брак скрепляет. Не нужно, как вот батюшка говорил, долго жить в гражданском браке, я считаю, если вы планируете быть вместе далее. Поэтому мы участвовали в этом конкурсе, чтобы показать людям, какая история наша, чтобы они, посмотрев на ее, поняли, что есть какие-то мизерные проблемы, которые, мне кажется, абсолютно не должны быть важны для них. Вот сейчас у нас есть квартира, также приобрели там машину. И, знаете, и все это есть, ценности. Но, наверное, сердце не лежит, наверное, так вот прямо прилеплено так вот там деньги, деньги, деньги. У нас как-то прилеплено, чтобы семья, любовь, вот эта ценность была, понимаете? Мы уйдем. Мы все понимаем, что эта жизнь, она закончится. И у нас будет поколение наше. Сегодня у нас не осталось ни капельки сомнений, что где бы мы ни были и как бы там плохо и тяжело не было, мы вместе. Мой муж – моя опора, а я – его поддержка. Наш дом – там, где мы находимся. Мы теперь точно знаем, все в жизни второстепенно, кроме здоровья и благополучия ваших близких. Цените жизнь, цените друг друга. Не тратьте время на пустые обиды и ссоры, ведь его так мало. Это как отдельная планета, на которой очень много всего. Здесь и дом, и все у нас с любовью. Здесь и детки. Дверь у нас, кстати, тоже открытая. Это и дети, разные поколения. Это игрушки, цветы, это взгляд на будущее, это также дорога в будущее, это книги, образование, детские игрушки, это наши любимые домашние животные, солнце, которое пронизывает всю нашу планету. Тепло, любовь и добро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин